Спасибо за пример успеха. Такими словами начал замминистра строительства ЖКХ России Андрей Чибис окружное совещание по вопросу повышения качества услуг ЖКХ. Напомню, в пятницу федеральный чиновник прибыл в Чувашию, чтобы познакомиться с работой нового полигона твердых коммунальных отходов в Новочебоксарске. Андрей Чибис также побывал на предприятиях республики, а вечером провел совещание, на котором обсуждались вопросы инвестирования в жилищно-коммунальную отрасль. От совкового ЖЭКа необходимо уходить, заявил на совещание заместитель министра строительства ЖКХ России Андрей Чибис. Жилищно-коммунальное хозяйство должно быть современным и комфортным, и оно постепенно таким становится. Это уже не черная дыра, о которой мы привыкли многие годы говорить и постоянно жаловаться на высокие потери, глобальный износ инфраструктуры, постоянно как плач Ярославный был. А сегодня это отрасль, превышающая по своему обороту 4 триллиона рублей, то есть ВВП некоторых европейских стран, это отрасль готова к инвестированию. На совещании говорили о том, что сейчас на законодательном уровне делается много, чтобы в отрасль пришли инвесторы. Например, регионы могут устанавливать свои предельные индексы тарифов, если они объясняются инвестициями в отрасль, а это и новые программы модернизации и утвержденные схемы тепло- и водоснабжения. Кроме того, скоро будет принят закон о возможности заключения договоров между ресурсниками и собственниками, минуя посредников, а это в свою очередь позволит снизить задолженность. Федеральное министерство составило рейтинг эффективности ЖКХ в регионах, и Чуваша в нем заняла третье место. Потому что все утверждены схемы тепло- и водоснабжения, все утверждены схемы водоснабжения, проведена работа по регистрации соответствующего имущества. То, что должны были сделать еще, напоминаю, в 2011 году. И мы видим, что в отрасль приходят игроки, которые вкладывают серьезные деньги. Вложенные средства консессионеру, управляющей компанией управления отходами – яркий пример государственно-частного партнерства в республике. И этот опыт будет и дальше распространяться в отрасли. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, они всегда возмущали население, возмущают. И будут возмущать, конечно, если мы не будем заниматься этими вопросами. Я благодарен федеральному центру за то, что нам оказали содействие по инфраструктурному проекту. Мы привлекли вместе с дорогой по 10 километров на полигон ТБО 614 миллионов рублей. В республике государственно-частное партнерство работает успешно не только в отрасли ЖКХ. Примеры тому и проект «Скорая помощь» и «Гемодиализный центр». Сейчас в разработке еще несколько проектов. В других регионах ПФО также есть успешные практики в разных сферах. В Мордовии реализуется работа по строительству полигона ТБО совместно с германской компанией «Ремондис». В 2011 году между республикой Мордовия и компанией «Ремондис» Германия было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве в плане работы по обращению с твердыми бытовыми отходами с перспективой строительства мусороперерабатывающего завода. Понятно, что компания интересует прежде всего тарифы и нормативы. На совещании также затронули вопрос о законодательной базе в области регулирования тарифов и инвестирования в сферу ЖКХ. Подводя итоги совещания, Андрей Чебес еще раз заметил, что ЖКХ сегодня – огромный рынок, который может и должен стать прибыльным для государства и инвестора, и комфортным для населения. Татьяна Молкова, Сергей Рябчиков, Республика.